Олег Верняев, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, наша надежда на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 22-летний Олег не раз выигрывал Кубки мира и международные соревнования, но за его трудолюбие и большую любовь к спорту гимнаста можно по праву считать одним из лучших спортсменов мира. Национальный Олимпийский комитет неоднократно присуждал Верняеву звание лучшего спортсмена месяца в Украине. В 2015 году Олег стал абсолютным чемпионом Европы, оставив позади своих главных конкурентов и заставив всю Европу слушать гимн Украины. Олег, здравствуйте. Поздравляю вас с прекрасным выступлением на чемпионате Европы. Спасибо вам большое за то, что вы завоевали и золото, и серебро для нашей страны. И хотел бы спросить, кому вы посвятили свою награду? Я не знаю, даже как-то не было какого-то такого прям яркого повода кому-то посвящать. Как говорит тренер, это наша медаль, это не только моя работа, это работа всех спортсменов, всей команды, всего тренерского состава, всего восстановительного состава, массажиста, доктора. Мы же все работаем на одну цель одной команды, поэтому все, кто нам помогает, это маленькую частичку влаживает в эту медаль. О чем вы думаете, когда поднимается флаг Украины и в честь вас играет гимн? А ничего, просто стоишь, смотришь и радуешься. А что еще надо? Серьезно? Ну да, о чем думать? А когда вы сходите с пьедестала? А мы когда сходим с пьедестала, мы все время разговариваем о чем-то. Или что-то смешное обсуждаем, потому что часто то гимн заиграет не тот, то еще что-то будет не то. И какие-то такие бывают причины. Вот сейчас были, когда на Европе они на награждение на каждую страну, типа включали песню своей страны. Ну и там смешные песни были всякие. Ну то есть всегда есть, что пообсуждать. Как думаете, почему в команде не удалось завоевать медали и вы в шаге были от бронзы? Работа была не та, к сожалению. Мы, получается, за недели три до чемпионата Европы, мы поехали я, Игорь, и на один кубок мира Максим Семенкиф, на другой парень. И, получается, мы уехали мой тренер, Игорь тренер, и каждый раз в понедельник нас не было на сборе. И вот эти вот ребята молодые немножко не ту работу делали. Ну и, получается, главный тренер говорил одно делать. Мы приезжали, они уже раз, и это все не делают. Ну и, получается, там осталось буквально пять дней до отлета. И менять уже как-то такого смысла нету, потому что... Ну и, грубо говоря, все сбавили. Ну не все, но некоторые сбавили, поэтому не то. Мы когда прошли это опробование на помосте, ну как мы... Я личное опробование никогда не прохожу, чтобы блистать, чтобы прям там показать, что я в идеальной форме. Потому что, ну как-то не надо, надо выступать, когда нужно делать тогда, когда нужно, а не на тренировках. Ну и у нас там тоже, ребята, у кого-то что не получается, то, сё, и, ну, у нас так всегда, и многие тренера... Да, нет, там Украина не в форме, не в форме. А потом мы прошли квалификацию, получается, хорошо прошли, ну, более-менее. Ну и на финал, когда мы собирались, к нам пришел наш судья, Макус Богдан Владимирович, он там собрал все базы, посчитал. Россия, Англия, Швейцария и нас. Ну, то есть четыре команды, вот первая четверка, которые конкуренты. Россию мы не берем, она была на голову выше всех, Англия тоже туда, они за первое, второе боролись. А вот мы, Швейцария, за третье место. И у нас, в принципе, была одинаковая сложность. То есть нам нужно было просто проходить без падений. Ну, мы как бы понимаем, что хозяева помоста всегда судейство другое, это, ну, это неизбежно, это нормально. И даже при таком судействе мы три снаряда шли вровень, а вот на брусьях, получается, первый подошел, я подошел, и третий, когда подходил, он очень плохо сделал, ошибся. И после этого падения, то есть с такой оценкой, как он получил, за медали команды не борются. Но, возможно, это и психологический накал какой-то был. С вами работают психологи. Вообще во многих странах работают, но с нами нет. Ну, я не знаю, тренироваться надо. Когда ты готов, то ты готов. А когда ты плохо подготовился к соревнованиям, то и выступаешь так. Где-то, как говорит мой тренер, говорит, можно рассчитывать на чудо, но чудо не всегда срабатывает. А главный тренер сильно расстроился? Что он вам говорил? С одной стороны расстроился, с другой стороны не расстроился. Главный тренер – это мой личный тренер. Он сейчас стал, да. И получается, что он нас собрал, сказал, что как таковой теперь удар на Олимпийские игры на команду не будет делать. Потому что, честно, теоретически при раскладах шансов у нас нет бороться за медаль. Потому что мы в Европе четвертый, сейчас еще добавляется Азия-Америка. То есть, ну, а попадать просто в финал команды, как таково, от финала никакого смысла нет. Ну, лично мне, допустим. То есть, это я пройду опять квалификацию, потом опять идти в финал команды, 6 снарядов. И лично выходить, и у меня опять сил не будет. Ну, и тренер сказал, теперь вот, кто показывает снаряд, который, допустим, будет теоретически рассчитывать на финал, тот и будет в команде. То есть, будем готовить теперь лично. Скажите, а в какой у вас сейчас форме? В джинсах, футболке. Нет, я в смысле имею в виду в спортивной форме. Как вы себя оцениваете перед Олимпийскими играми? На данный момент не лучшая форма, потому что мы как-то так, ну, не ставили цель подойти к Европе в идеальной форме, потому что мы проходили большой объем соревнований. И когда проходишь большой объем соревнований, получается, теряется качество. То есть, вот как вот на брусьях у меня произошло. Я не попал в полную базу, там, полную связку. И где-то, знаете, как там, раз ошибся, и оно так отложилось, 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 и не дорабатывая, не отрабатывая. То есть, да, сейчас вот, я же говорю, сейчас мы поедем на сбор десятидневный. Это будет такой восстановительный удар на, там, качаться нас заставят нормально, там, некоторые определенные снаряды, которые у нас отстают. И потом приедем, у нас будет месяц, и это уже будет такой месяц жесткой работы. Вот на нем надо будет войти уже в форму хорошую. Чего вы ожидаете от олимпийских игр в Рио-де-Жанейро? Пока ничего не ожидаю. Главное, подготовиться нормально, а там все уже будет так, как должно быть, поэтому... У вас есть какой-то кумир? Так, чтобы сейчас, я даже, честно говоря, не знаю, никогда не задумывался. Много очень гимнастов, которые действительно на них смотришь и поражаешься. Можно брать большой пример, то есть их достаточно много. Тот же наш японец, который абсолютно многоборье выигрывает с 2008 года, представляете? Восемь лет уже почти не проигрывает никому. Потом сейчас у нас румын Марьян Драгулеско, ему 36 лет, по-моему. Он шестикратный чемпион. Ну, корщение титулов, как не знаю у кого. И он, получается, после Пекина бросил в 2008 году. Сейчас вернулся и опять вернулся в такой форме, на медали рассчитывает, выигрывает эти медали. То есть, ну, эти ребятки, знаете, действительно, можно с них брать пример. А как именно так сказать, чтобы четко кто-то так, не могу. Олег, я знаю, что вам неоднократно предлагали выступать за другие страны. И уехать в другую страну какую-то, представлять сборную. Почему вы остаетесь в Украине? Что вас здесь держит? Ну, основная причина – это тренер мой. Потому что я не готов с ним как бы сейчас разойтись. Это, ну, как, я хочу с ним дойти до Олимпийских игр. В любом случае мы с ним разговаривали. Мы до Ривы идем вместе, а там уже как будет, ну, как по ситуации. Если изменения в стране будут, какое-то финансирование, то и оставаться будет смысл. Тогда да. А если все так же будет, как обычно, после Олимпийских игр сразу первый год – это провал полнейший по финансированию. Ни сборов, ни того, ни сего. То, возможно, оставаться смысла не будет. То есть, я не знаю. Ну, хочется, конечно, быть дома, хочется здесь быть, но опять-таки. А где бы вы хотели выступать, в какой стране, например? За какую сбору? Опять вопрос такой, что тут нужно понимать, что ты хочешь. Или уезжать куда-то с продолжением жить там. То есть, например, Германия. Или ехать чисто за заработком в Азербайджан. Или в ту же Россию. То есть, предложений много. А сейчас после Олимпийских игр, я думаю, они еще больше будут. Потому что сейчас смысла нет предлагать. Сейчас никто не уйдет. А вот сразу вот именно. Даже на Олимпийских играх, я думаю, разговоров будет очень много. Как вы думаете, вот если оценивать полностью все состояние украинского спорта, многие говорят, в том числе и вы, вот я у вас сейчас спросила, о том, что многие уедут спортсмены после Олимпийских игр. Ну, вот почему? Почему все-таки? Ну, ведь не только же из-за финансирования. Только? Только из-за финансирования. Ну, а смысл, смотрите. Тут даже, знаете, как, вот лично в моем виде спорта, вот ребята многие уехали, не от того, что, допустим, зарплату на 100 долларов больше дают, а зарплату гораздо больше дают. Но даже если не смотреть на зарплату, залы, восстановительные центры, аптеки, то есть там ребята тренируются, вот наши в Азербайджане, они тренируются, они не думают, так, сегодня я не пойду прыгать акробатику, потому что мне не хватит пластыря там на завтра или тому подобное. Они пришли, там говорят, федерации, допустим, аптека, мне нужно то-то-то-то-то-то. Все, они там записали, раз, выдали. А у вас не так все происходит? Вы сами себе все покупаете? Ну, не все. Нам, конечно, ну, как есть финансирование, там аптеку у нас, доктор там выкручивается, как может, что-то там берет где-то, и, ну, короче, выкручивается, да, но это не то. Мы все равно многое докупаем сами, многое нам. Те же ребята с России, с Азербайджана, все всегда помогают, что-то дают. То есть я когда еду, там у нас Степкова, Петя, Пахнюк, они всегда спрашивают, так, что надо, мы привезем то-то-то. То есть они нам, ну, как всегда, помогают. Интересно. Ну, они же сами отсюда, поэтому знают. Скажите, пожалуйста, вот Олимпийские игры. А как вы думаете, общий зачет сборной Украины какой будет? Тяжело сказать. Это Олимпийские игры, это, наверное, самое непредсказуемое соревнование, потому что у многих, наоборот, знаете, как может пруха такая пойти под эти игры. А может у кого-то психология так сработает, что замкнешься и все. Например, как в тот раз, когда Георгий Зантара, он был чемпионом мира, а на Олимпийские игры вышел, и я не помню, где-то в начале проиграл. То есть это, это игры, тут психология будет очень большую роль играть, потому что многие себя накручат. Вот раз в четыре года Олимпийские игры, то есть это все, это все, и потом раз выходишь, тебя зажимает, и ты ничего не можешь сделать. За кого вы будете болеть? За сборную нашу так определенную. Ну, кроме спортивной, вот именно, я знаю, что у вас есть друг Жан Белиню. Ну, я многие виды спорта болею. Я за Олю Харлан болею, за команду ихнюю, за... Ну, так перечислить сразу тяжело, поэтому я же говорю, что я многих борцов знаю, многих фехтовальщиков знаю потом. Ну, я не говорю, я сейчас, вы так спросили враслов, я не смогу так сказать. Ну, все наши, да, в любом случае мы все одна команда, поэтому так как-то за того болеть, за того не болеть, это неправильно. Олег, у вас очень плотный график и тренировок, и спортивных соревнований, точно так же, как и у художественной гимнастики. Как вы себя восстанавливаете после соревнований, после тяжелых тренировок? Да как не восстанавливаете, идем на уничтожение, на изнеможение. Не, ну вот я сейчас еду в Израиль, там, сколько, неделя, чуть больше, вот у меня восстановительный центр, этот центр, я сказать, сбор. Наши ребята пойдут в Италию, а я в Израиль, меня местный израильский физиотерапевт пригласил, то есть он мне там все оплачивает, все делает. Опять-таки мне не Украина это все оплачивает, операцию мне тоже не Украина оплачивала. Вот эти все вопросы. У нас ребята травмировались сейчас, вот у нас за последний месяц две крестообразные связки. 30 тысяч, иди сюда. Это не оплачивает Украина? Раньше вообще никто не оплачивал, сейчас нам помогает Федерация. Сейчас президент Федерации двоим оплатил за эти операции, а раньше ребята сами собирали. Кошмар. Да, ну то есть восстанавливаемся, ну не знаю, как-то тут все в голове, если как-то настраиваешься, что после соревнований надо месяц отдыхать, то так и отдыхаешь, а если настраиваешься, что сразу надо работать, то и так. Потому что когда на следующей неделе соревнования, ты тоже понимаешь, что сильно не отдохнешь, надо сразу включаться. Я знаю, что вам в декабре 2015 года Министерство, господи, Министерство спорта выделило нужные вам снаряды, в кончу заспи поставили. Но, однако, не все вам, по-моему, хватает. И не все вам выделили то, что обещали выделить. Не, выделили все. Сначала Сергей Назарович купил нам ковер, то, что было самое необходимое. Мы его постелили, но, к сожалению, нам буквально за неделю до мира, то есть нам это не хватило. Но к тому же тест-эвенту уже пошел прогресс. А потом нам сразу Министерство купило шесть снарядов. То есть, в принципе, снаряды нормальные, рабочие, ничего не могу сказать. Но проблема в том, что у нас там, допустим, нет ям. То есть, если ребята за границей могут, так мягко говоря, бросаться на все элементы и безопасно, то у нас нужно очень много подготовительных делать, чтобы сразу выходить готовым к элементу. Или вообще не делать сложные элементы, потому что это опасно. То есть, я могу, например, броситься на что-то там, знаете, такое сложное. Я как, ну, так, слава богу, так мне повезло, дано богом, что там, допустим, обкрученный, там я чувствую свое тело. А кто-то, например, более больше боится или там не настолько обкрученный, то он не будет этого делать. Вот поэтому у нас и прогресс медленнее, чем у иностранцев. В принципе, все, что они обещали, они вам выделили или все, что выделили? Да. Комплекс нарядов обещали, комплекс нарядов купили. Скажите, а премиальное вам выплатили после чемпионата Европы? Еще нет. Еще нет. Ну, мы шоу только приехали. Это, наверное, в течение месяца должно быть. В принципе, финансирование, которое вот они обещают, которое должно быть, они вам получили. Ну, это есть, да. Да. Олег, я могу вас поздравить еще с тем, что вы стали почетным киевляном от Кличко. Ну, пока еще нет. Еще не стали? Ну, конечно, нет. Но вам выдали квартиру, вы уже там были? Квартиру нам не выдали. Не выдали? Нам дали просто бумажку в рамке. То есть, как по факту, у нас еще ничего нет. И что с ней с этой бумажкой делать надо? Дом еще недостроенный. А-а-а. Его под застрой. То есть, ну, в принципе, так как у нас это в Украине делается, мы узнавали, то дом будет сдаваться где-то сентябрь, октябрь, ноябрь. Но так как это, да, так как это у нас, значит, декабрь, январь. Если это будет декабрь, январь, это хорошо. То есть, пока он достроится, пока, то есть, он... А где он находится? Ну, в какой районе? Я такой киевлянин, что туда, к Харьковску, за Харьковске, Дорогожище, или как оно, самый последний район туда, перед Борисполю. Ну, там, где вот это вот озеро последнее. Ну, где-то там, короче, я киев не знаю. Хорошо, вам выделили эту бумажку, дали, а дальше что с ней делать? Ну, вот дом достроится, что вы потом будете делать? Ну, в НОКе, в министерстве, там за этим процессом всем следят, нам сказали, что как только, так сразу они за этим следят, не переживайте. То есть, как только дом достроится, они сразу помогут с оформлением документов, там, все это под контролем. И нам так повезло, что сразу при вручении сертификата нам вручили сертификат на ремонт еще. То есть, нам помогут сразу и с ремонтом фирма. А вы ожидали такого сюрприза? Ну, за квартиру шел разговор. Ну, мы как, мы с Жаном, в принципе, тесно общаемся близко. И мы много, скажем так, шума поднимали по этому вопросу. Ну, и там в конце мы уже говорили, что... Ну, и он мне подошел, сказал, что типа сейчас вот прогнозируется. Ну, как... Я как бы об этом не думал, потому что у нас в стране, скажем так, слушать обещания мы уже привыкли. И поэтому я на все эти обещания не обращаю внимания. Мне всегда там кто-то говорил, вот, ну вот, сейчас квартиру дадут, там, давай, готовься. Я говорю, ну вот, когда вот у меня будут ключи, вот, когда я зайду в дом, тогда, да. Да, а пока это все, ну, пусть говорят, договорят. Но для вас это был, в принципе, полный сюрприз. Да, приятный сюрприз, да. Скажите, как вы оцениваете состояние украинского спорта? Ну, как, посмотрите, сколько у нас чемпионов мира. Если взять не финансирование, а вот просто. Ну, посмотрите, сколько у нас чемпионов мира. Очень много олимпийских чемпионов тоже. Вот и все состояние. На ходу? Держимся? Хорошо. Что вы кушаете? Все? Ну, как все, много я не ем. У вас есть какая-то диета? Нет. Я морепродукты вообще не ем. Почему? Ну, так с детства получилось, что мне они очень не нравятся. Очень не нравятся. Но у вас тоже был какой-то определенный вес? Или нет? Ну, вообще, скажем так, у меня, допустим, рабочий вес для тренировок такой, что идеальный, 55-56. Но я сейчас, наверное, 58-59 вешу. Сладкого много поели на чемпионате. Я не знаю. Я всегда так, кстати, ну, как рабочий вес мой, всегда плюс, выше, потому что я не могу так держать вес. Но это не влияет на ваши тренировки? Тяжело немного, но в принципе нормально можно работать. Ну, вот на Мире в Глазе в 2015 году перед выходом на соревнования я был 53 килограмма. Ну, я могу, вот, например, буквально две недели назад перед Кубком мира мы с товарищем поехали за 11 часов ночи в Макдональдс покушали. То есть диеты у нас нет, я так не придерживаюсь. Ну, сейчас вот, я же говорю, сейчас надо будет готовиться к Олимпийским играм. Сейчас приедем, надо будет сушиться, и чтобы вес был такой поменьше для работы благоприятнее. А кто вас отдал на спортивную гимнастику? Родители. Родители? Ну, да. И вы не жалеете? Да вроде не. А кто, вот, кто больше инициировал, мама или папа, или они вдвоем хотели? Я не знаю. Наверное, мама. Она занималась с детства гимнастикой так немного, и, наверное, она, я не знаю даже. Хотела, чтобы вы воплотили, наверное, виски. Наверное, я не знаю, не спрашивал. О чем, что вам мама говорит с папой? Как они за вас переживают, ну, вот, когда вы выезжаете? Ну, они на соревнования ездят сюда. Да? А на олимпийские игры поедут? Да, я благодаря, опять-таки, Сергею Назаровичу Ноку, они помогают, то есть, с проживанием, с билетами на соревнования, они там все это организуют сейчас и летят. Что вам, вот, вы, когда выходите с медалью уже, что мама, первые слова ей? Ну, поздравляю. Папа всегда говорит, опа, мой сынок, иди сюда. Такое. Мама говорит, так, ладно, все, отпускаю его, иди сюда ко мне. Такое. Ну, не знаю. Поздравляю всегда, радуется такого, что прям определенное что-то. Цитат таких нет. Да, понятно. Как вы себя чувствуете в спорте? Отлично. Что бы вам хотелось, возможно, изменить? В спорте или во мне? Ну, вот, а в своем виде спорта. Возможно, и в себе. Может быть, вам что-то хотелось такое раскрыть, чего вам не удается? Я не знаю. У нас просто, ну, как, я себе, даже при таких условиях, раскладах нормально себя чувствую, и мне очень повезло с тренером нынешним, поэтому, я же говорю, во многом благодаря ему только это все, потому что, как всегда говорили тренера, что, типа, в результате это 40% спортсмена и 60% тренера. Я раньше думал, как так-то? А сейчас я действительно понимаю, что, да, во многом, даже может 70 на 30, тренер больше вкладывает, больше работает, потому что он на базе, например, не живет, потому что он дома с женой хочет видеться больше. И каждое утро, представляете, с Абалони на конче заспы ездит туда-обратно, он всегда с нами, жене меньше времени уделяет, чем нам, то есть он отдается на 105%, он живет этим. И за это ему большая благодарность, то есть, я не знаю, даже менять что-то, да, не знаю, меня и так все устраивает. Есть такая знаменитая цитата, я думаю, все ее спортсмены знают, тренер всегда прав. А у вас какие-то конфликты возникали с тренером? Наверное, нет такого спортсмена, чтобы не было конфликтов, всегда есть спорные варианты, всегда есть рабочий процесс, как это я в последнее время называю. Там, когда, знаете, когда мы поругаемся с тренером, я, ну, с женой тренера часто разговариваю, она мне так, как психолог мой. Она говорит, что, говорит, пришел надутый, говорит, что случилось? Я говорю, это рабочий процесс, говорит, Слана Ивановна, нормально, все завтра исправим. То есть, конечно, это там у меня не получилось, он нервничает, переживает, там, я из-за этого переживаю, он что-то мне скажет, а мы же как, мы, там, медаль какую-то выиграл, все, уже гордый становишься, как это так, мне там что-то говорят, то есть такое. Ну, это все рабочий процесс, мне кажется. Ну, мы стараемся с ним сильно так не ругаться, то есть, я говорю, даже если что-то поздорили, я там за дверь зала выхожу, такой, блин, нельзя, там, пошел, извинился, там, и все, ну, то есть, нормально у нас, рабочая обстановка. А как вы относитесь к запрещенным препаратам, к допникам? Не отношусь к ним. У нас нет денег на эти аппараты, поэтому мы не переживаем. А почему другие сборные принимают, другие спортсмены? Помогает, потому что так ты на своем здоровье вылазишь, а так ты приходишь, и тебя, знаете, глаза такие открылись, и ты как сумасшедший, 4 часа без остановки лупишь тренировку. Понятно, делать это легче будет. Все же эти препараты, это же витамины стимулирующие, там, выносливость поднимают, силу, то есть, это же все помогает. Ну, вас в сборной следят, следит? Ну, старается, да, но у нас просто, я же говорю, у нас нет никаких таких препаратов, чтобы, у нас денег на это нет, и поэтому, нам проще. Единственное, конечно, страшное, я, получается, я стою еще на дополнительном допинг-контроле, ко мне ежедневно может приехать проверка в любой день, и самое страшное и самое обидное, что ты там можешь какую-то таблетку от головы выпить, а она окажется допингом, а они тут раз, да, закон подлости. Я знаю, что на Олимпийских играх такое могут среди ночи прям к вам прийти. Ну вот, у меня, я, ну, в моем допинге, там, где я стою, они ставят, типа, топ спортсменов, и Аня Резадинова, там, и много спортсменов наших гимнастов, получается, выбирают с шести до десяти один час, ну вот мы выбрали с шести до семи, пока я еще сплю, и они в этот момент могут любой день, хоть 360 раз в день, в год прийти и проверить меня. Ну для чего они это делают? Ну внезапность, вот просто сейчас подготовительный сбор к Олимпийским играм, сейчас все будут готовиться, кто-то что-то пить, кто-то что-то принимать, допустим, грубо говоря, они раз пришли и проверили, кого надо пропустят, а кого не надо, не пропустят. У вас не было страха покинуть спорт? Когда маленький был. Этого сколько лет? Да, лет, наверное, 10-11, я не помню, когда снаряды казались очень большие, а я маленький, и страшно было. А сейчас такого нету? Нет, сейчас такого нету, потому что ты понимаешь, что уже пошел тот уровень, когда ты пожинаешь плоды всего этого, и это глупо, бро сейчас на таком уровне. А кем вы себя видите в будущем? Возможно, тренером? Нет, тренером я себя не вижу, я не выдержу эту работу, это не мое, я не смогу, мне кажется, это надо быть железную психику иметь, это надо, я не знаю. Возможно, маленьким деткам хотели бы, может, мастер-классы? Это еще хуже, маленьких деток тренировать, они же вообще непослушные. А может, мастер-классы какие-то бы проводили? Я не знаю, я еще об этом не задумался, все же зависит опять-таки от того, как закончить спортивную карьеру. Если ты заканчиваешь обычным мастером спорта, то что ты сможешь? Или иди в цирк куда-то, или иди тренером работать. А те ребята, которые заканчивают на уровне топ, кто президентами федерации становится, кто... Ну, там, выходов много. А вы не думали пойти, например, после спорта в министерство? Я еще пока хочу потренироваться, я об этом не думаю. Ну и последний вопрос. О чем мечтает известный спортсмен Олег Верняев? Ну, на данный момент о абсолютном золоте олимпийских игр, конечно, потому что, к сожалению, два года подряд, скажем так, лажи какие-то происходят. У меня то там упаду глупость какая-то, то там глупость у меня не хватает. И надеюсь, что в этом году смогу подготовиться нормально и все-таки стрельнуть. Потому что сейчас у нас напротив нашего многоборья ажиотажа много. И сейчас многие говорят, что я могу с японцем посоревноваться, и очень этого хочется. Поэтому вот это самое главное. Мечтаю на данный момент. Ну, мы желаем вам удачи, конечно же, победы. Спасибо. Золотой медали на Олимпийских играх. И будем вас ждать триумфатора. Спасибо. Спасибо вам большое.